Ну а перед началом видео обязательно подпишись на мой канал. Всем привет, меня зовут Вика и я хочу вас поздравить с началом весны. Боже мой, наконец-то настала весна, это мое самое любимое время года, и не только потому, что у меня день рождения. Я очень люблю это время года, и надеюсь, вы тоже. И, кстати, напиши в комментах, какое время года твое самое любимое. Мне очень интересно. Да. И поскольку зима вот только-только закончилась, и еще не поздно, я хочу сделать видео про фавориты, лайки. И я не знаю, как назвать эту рубрику. Напиши свой вариант в комментах. Для меня это правда очень важно, потому что я хочу как-то круто и по-особенному назвать эту рубрику. Пока что это будут фавориты, лайки, мне понравилось. В общем, вы поняли. Да, я для вас выберу только самое крутое, самое лучшее, что меня поразило за эту зиму. И давайте скорее начинать. С начала 2017 года я пошла на лидерские курсы и ни разу не пожалела, так как, кроме того, что это море новых знакомств, там проводятся регулярные лекции. Мы работаем над очень интересным проектом, это на самом деле очень круто. Я не знаю, есть ли такое что-то в другом городе, но у нас в Днепре есть такая штука, а то было даже в администрации. И это очень крутая тема. За эту зиму я построила просто два бомбических сериала. Это «Шерлок». Я держалась очень долго, я не просмотрела до этого момента, до середины января, наверное. Не единой серии «Шерлока», а потом бам! И меня поразило. Это любовь. Я просто обожаю «Шерлока». И теперь я тоже причислилась к числу фанатов. Нельзя так сказать, нельзя. И второй сериал – это «Королева Крика», так как после «Доктора Хауса» и «Шерлока» мне захотелось чего-то более подросткового, простого, комичного. И этот сериал мне чем-то напомнил милых обманщиц, но он очень крутой. И я жду третьего сезона, на самом деле, правда, очень-очень сильно жду. Так что да. Что касается фильмов, я особо не смотрела ничего нового такого, чтобы прям вау, интересного. Я пересматривала очень много старых моих любимых диснеевских фильмов, которые лично меня очень успокаивают и приводят нервы в порядок. И это очень круто, потому что, когда ты приходишь, есть такой уставший, не хочется ничего такого смотреть, ты включаешь любой диснеевский фильм, отдыхаешь с душой и сердцем, расслабляешься и просто идешь в таким офигенным настроением. Что касается книг, в 2017 году я еще полностью не прочитала ни одну книгу. Единственное, я начала и продолжаю читать третью часть серии «Рожденная в полночь». Я обожаю эту серию книг, и сейчас переводится четвертая. Остальные есть в английской версии, и я планирую начать читать и на английском. И да. Что касается косметики, у меня появился новый тональный крем и новый гель для бровок. Гель от Viva. Это, по-моему, польская косметика. Я на 100% довольна этой штукой. Она очень хорошо держит бровки, это очень круто. А тоналка, моя любимая тоналка Make Up For Ever подходит к концу, скажем так. И я перепробовала несколько еще тоналок, но они очень сильно оставляли следы на одежде. И вот сейчас тоналка, которую я пользуюсь, это Revlon. Полное название напишу где-то здесь. Она бомбическая. Она очень дает хороший тон лица. Она не дает рыжины, не оставляет следов, просто вот любовь. Что касается моих любимых песен, это, конечно же, Shape of You. Я просто обожаю эту песенку. Также мне нравится песенка, которая называется «Гениальный секс». Дам. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я надеюсь, тебе понравился этот пробный выпуск моих фаворитов. Так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши в комментах, как ты хочешь, чтобы мы с тобой назвали эту рубрику. И яйте как можно ярче. Увидимся совсем скоро. Пока.